100 километров от мкад по киевскому направлению в городе жуков на окраине города недалеко от леса находится дом с хорошими соседями вокруг вот через улицу это уже лес недалеко находится озеро гублянка и река протва и пруд жуковский находится дом в 15 минутах езды от обнинска от станции железнодорожной обнинск дом в зелени перед домом площадка для машин ряд сирени сосна ива боярышник калина рябина даже растет пихта перед домом сам дом находится на 12 сотках земли участок очень удачно разделен домом перед домом полисадник с цветами с хвойниками семь сортов можжевельников можжевельники есть и лесные и сортовые вот например серебристый можжевельник можжевельник летуя по ну не знаю не помню точно канадский и плетущийся сосна карликовая а есть прудик декоративный немножко заросший требует небольшого оформления так вот вот так это выглядит очень красиво журчит вода проведенного электричества и вот в зарослях розы и можжевельника красивое такое место перед входом в дом и дом дом перед домом в этом цветнике находится веранда веранда на которой умещается легко большая семья за большим столом место для отдыха все вокруг покрыто цветами там тоже видно можжевельник яблоня вообще рядом с домом на участке с домом растут порядка десяти плодовых деревьев на больше даже это яблони груши сливы причем разных сортов очень вкусные веранда оплетена актинидией это редкое растение дальневосточное с очень полезными плодами крыльцо оплетено лимонником ну лимонник это тоже известное очень полезное растение на нем делают настойки и так далее ну типа нашего русского женьшеня лимонник кстати используют как плоды так и листья ирга и вот это вход в дом ну про дом я расскажу отдельно сейчас я хочу рассказать про именно про участок участок весь 12 соток как я и сказал уже часть участка на переднем плане это цветы хвойники и беседка с качелей задняя часть участка это уже так непосредственно огород тоже есть цветник сейчас он немножко в заросшем состоянии здесь ну кроме травы здесь сортовые цветы сортовые кусты слива два виноградника вот перед самим домом и чуть подальше виноград районированный не требует закапывания в землю не требует утепления на зиму один изабелла другой белый виноград хороший для того чтобы делать из него варенье ну и так кушать хотя конечно не такой сладкий как южные сорта с этой стороны дома яблони причем очень вкусно это штрихель это белый налив вот это вот полянка каждую весну зарастает мелкими голубыми цветами первоцветами это вот только стоит снегу стоите еще даже снег лежит это полностью поляна она вся голубая из первоцветов это пенамбур это вот как раз штрихель старое дерево мы его стараемся сберечь потому что ну очень вкусные плоды можжевельник можжевельники мы очень любим они обладают антисептическими свойствами поэтому мы стараемся везде вот яблони еще рано родить но уже опадает очень много плодов вот этот вот цветник засажен карликовыми яблони колоневидными тоже с очень вкусными плодами вот когда они созревают то плоды прямо облепляют весь ствол очень интересно в этом году не так много как в прошлом году полностью было облеплено плодами здесь грядки груша слива яблони по периметру весь огород обсажен малиной крыжовником и смородиной белой красной и черной теплица причем теплица толковая с хорошим урожаем помидор и перцев вот это вот требует сейчас покоса специально два года мы сажаем клевер то есть такая поляна для того чтобы можно было отдыхать играть во что-либо но вот через день я собираюсь это покосить покошенным состоянием выглядит немножечко по-другому конечно да и вот видно соседей соседи добрые дружные постоянно помогаем друг другу обмениваемся нашим урожаем вот вот такой огород земля очень хорошая здесь прекрасно родит клубника в этом году очень много кабачков кабачков просто немерено дожди помогают кабачкам так теперь про дом сам дом вот он красивый такой голубой состоит из нескольких частей сам жилая часть дома вот ее видно вот эта выступающая часть от угла до угла это семь метров вот семь на семь основной дом с очень толстыми стенами которые сохраняют прохладу летом и тепло зимой это вот сама жилая часть в которой находятся четыре жилых комнаты светлых с большим количеством окон вот вот так это выглядит с южной стороны здесь два окна это как раз спальня и зал ну и к дому вот сейчас мы видим это пристроена баня баня используется очень активно с печкой на дровах печка причем ну где-то требует три плюс-минус часов чтобы натопить парную до ста и выше градусов вот деревянные настил полы и парное отделение с комнатой с отдыха с лавочкой перед перед баней так и теперь входим в дом в дом мы попадаем через крыльцо и заходим в веранду веранда просторная ну где-то пять с половиной на четыре с лишним квадратных метра с камином веранда веранда не отапливаемая она отапливается только камином но ее хватает мы здесь живем даже в самые сильные морозы вполне все могут здесь с комфортом находиться светлая большая веранда в веранде есть погреб причем под ирандой сделан большой оборудованный подвал с полками с оленями бетонный большой просторный подвал из веранды мы попадаем в кухню кухня больше десяти квадратных метров светлая само собой встроенная кухня остается покупателем к ней пристроена санузел пристроена ванная санузел горячая холодная вода в доме все удобства так и вот непосредственно сам сама жилая часть вот обратите внимание вот такой ширины стены стены шестьдесят шестьдесят сантиметров под соколю и потолки три с лишним метра высотой 3,05 кухня там видно вход в веранду спальня 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 выходит на южную сторону и зал зал в зале три окна полы покрытые ковром но под коврами ламинат под ламинатом там небольшой утеплитель и дубовые доски толстые толстенные нигде ни капельки не провисают не скрипят так и вот еще маленькая комната детская или гостевая с окном окна в зале и в гостевой выходят как раз на палисадник перед домом с верандой с качелями вот вот такая получается жилая часть из двух проходных помещений и двух отдельных в кухне комната пол сделан из кафеля как и в ванной хиранда на участке кроме дома бани и сараев есть еще гараж гараж не отапливаем большой просторный с полками и курятник курятник и снаружи огороженная небольшая территория для птицы вот это фасад дома оплетает клематис сейчас он уже почти отсвел вот остались только вверху цветочки а в начале в начале лета вся вот это вот сетка покрыта красивыми сиреневыми цветами и розовыми очень приятный аромат издают вот эти флоксы которых много на входе в участок на входе сам полисадник дом стоит 4 миллиона 900 тысяч полностью готов документами к продаже один хозяин в доме прописан тоже один хозяин я думаю что это очень хороший вариант для небольшой семьи которая хочет жить одновременно и на природе с чистым воздухом в городе в населенном пункте где нет крупных предприятий отравляющих атмосферу и в то же время чтобы была какая-то цивилизация город жуков по-моему это как раз вот идеальный вариант тихий спокойный удобный для того чтобы добираться из москвы по варшавке и по киевке 80 80 километров 80 плюс минус 100 километров в зависимости от того какой маршрут выбрать по варшавке или по киевке до МКАДа до Обнинска даже в самый разгар в самый час пик полчаса ехать до железнодородной станции до крупного города до Обнинска рядом очень много природных объектов это леса причем сосновые озеро Агублянка длинное большое озеро которое простирается ну больше чем 15 километров река Протва рядом буквально в шаговой доступности 5 минут в ходу это до пруда жуковский пруд и рядом с ним святой источник мы там постоянно набираем воду для питья очень советую с любовью построенный дом руками моего отца и моими руками с любовью сделанный сад выращенные цветы я думаю что тому кто купит этот дом здесь будет очень комфортно и тепло а вот это как раз есть родник где мы набираем воду для питья вода богата содержанием серебра вот этот ручей как раз и впадает в пруд а напротив лес которые и Продолжение следует...